всем привет тут попал в один заповедник собака лишь бы не выскочила не сожрала бы меня вот и обнаружил там еще одну заброшку сейчас мы к ней идем и я попробую вам ее вам осветить сейчас собаку пройдем а то я что-то раздражаю по ходу на что мы обратили внимание кунг от машины стоит на это похоже эта территория ведь она огороженная дальше начинается тот самый объект который я вам хотел показать огороженным деревянными деревянным забором ну суть по всему вот это было не что иное как кпп проходная вход проход предъявите документы и так далее соответственно тут жуткий бардак я да что заходить не буду но все очень похоже на то что это кпп дальше вон здание вот тут они нужно справляли территория асфальтированная вот туда вот идет асфальтированная дорога здесь вот довольно таки такая небольшая площадка так у меня глаза разбегаются даже не знаю куда идти а давайте начнем по порядку тут вот деревянный сарайчик тоже соответственно доски с него все повынимали естественно превратился в полнейший хлам одни бутылочки с пивом ну и помойка сплошная вот этот корпус конечно интересно такой даже не могу предположить что в нем было ну второй вход ну это однозначно было предназначено для автомобилей как пить думать ведь такой набросок а это вот эта стена осыпается видите она налаживаем дышит пальцем касается и все высыпается здесь точно был предназначен для ремонта автомобиля скорее всего или хранения просто стояли тут они так здесь что такое ну а здесь то же самое единство к вот эта балка на походу вот отсюда вывалилась сейчас опасно то заходить иначе как шваркнется по башке вот а дальше идет уже смотреть какой-то пандус пандус видимо чтобы машину подъезжали там что-то разгружали загружали она ведь там плиты упали о блин а я опять без фонарика почему и без фонарика а потому смотрите что я нашел она это просто я думаю это бомба убежище так этот валяется как он называется забыл уже противогаз 1 противогаз 2 он 3 вот 4 прорисовывается какая-то картина значит это наверное 5 6 7 значит и было связано что-то с армией что-то армейская это как-то странно половин кирпичный половин деревянный опасно сюда заходить сами понимаете вот на той деревяшки все это держится искали в ближайшее время это все упадет стены ну там видно кусочки стены еще сделан да не могу сказать пока догадок нету что это такое за объект по еще один выход а вот это здание вообще отдельно стоит так идем дальше здесь одни руины остались там даже бетонный забор смотрите и дальше пошел забор ну там скорее всего может быть уже ну какая-то другая там территория чья-то может быть еще ров сделан раз нам забор мы туда не пойдем сейчас попробуем в это здание зайти и потом вот в это вот это больше похоже на какой-то рим зона потому что окна такие большие можно было какую-то большую технику загонять там какие-то звуки были на второй этаж только вон такая лестница а тут что мы тут даже подвальки есть но мы в него опять не попадем потом были я опять без фонарика эта дверь закрыта ну вот это больше похоже на слесарный ящик так там лавочка внизу что-то я немножко недопонимаю ходы какие-то они там совмещаются что получается что да тут что-то железное торчит ну такая постель серьезно этот походу сюда какой-то станок что стоял может пресс не могу ничего сказать непонятно тут все в опилках опилки вот уже постель что-то серьезно тут было тут вот тоже ходы какие-то блин даже мысли никаких нету что это такое может быть ну тут явно стоял какой-то большой большой станок для чего-то тут маслом все залито попробуем еще вот до того здания дайте там-то все заросшие так ну что здесь все смотреть больше не на что есть только вот на лампочку потолки-то не очень высокие да много загадок это вообще балка деревянная сжигали однако так тут вот тоже все обвалилась соответственно походу и туда проход какой-то был нет никаких подсказок нету никаких никаких так все побитые здесь будет хотя бы что-нибудь валялось бы нет ничего нету это поход так ладно двигаемся вот к тому дальнему здание никаких подсказок но колесо грузовика все ясно вот террас и тут тоже подвайчик блин и мы без фонарика ну что ж такое блин так вот здесь отделка стен смотрите какая дерево все отбито так а это не похоже ли на коптерку воинской части нет это шкафчики это шкафчики для передевания точно просто сейчас они железные раньше были вот такие деревянные делали их на все таки это какое-то производство было нет никаких подсказок хочет тут на дверь написано посторонним вход воспрещен мастерская 05 что-то 05 тоже нет никаких подсказок ну это та же самая вот это и было вход на второй этаж но его обрушили лестницу всю поломали будем искать другой пути так тут есть какие-то бумаги она тут не закроет и часом и замка нет и чтоб привалить спускаемся и от макарёк чуть не грохнулся их очки не взял так ну слушайте я одну могу забрать и потом дома основательно посмотреть по спецодежда серпуховской филиал филиал ф.г.у.п. мос лес спецодежда значит здесь что-то было государственное это что у нас такое так что-то норма выработки дело какое-то гсм 2012 год о аначе в двенадцатом году и поработала что мы тут видим какие-то наброски остатки остатки в мае двенадцатого года она еще работала понятно или вылез так поэтому вышли где мы были обратно теперь понятно почему все деревесины оббито мост лес леса здесь было как грязи блин так тут и вторая лестница была а что-то никуда она не идет а с этой стороны а вот там дверь ага здесь в полу отверстие огромное так тут вот зал я вообще думаю это вообще стоит туда подниматься или нет лестницы нету вот насколько я умудрился подняться на второй этаж дальше к сожалению не могу боюсь что сорвусь и для меня это кончится плохо а мне надо продолжать снимать сюжет вот поэтому вот так вот за стенки даю возможность вам заглянуть выключаюсь а вот при свете я могу как бы теперь прочитать а то зрение плохое карточку учета материала соответственно они тут гсм масла всякие топлива ну типа бухгалтерии наверно было поэтому дальше брать эту карточку не вижу смысла а мы продолжаем свой путь вот в ту сторону ну дошли здесь видите какой плац огромный вот и раз мы теперь знаем что это не военная часть вот то знаем прекрасно что скорее всего это было были гаражи вот скорее всего были гаражи и в этих гаражах хранили технику на которой они работали отбой отбой фильтр прокладка что здесь еще есть пожарный щит такое хорошее здание не знаю почему не используется вода все развалили растащили ну а по факту то хорошее здание поставь сюда ворота и все заработает понятно ну понятно малолетки были заглядят все так что у нас тут на стенде написано сейчас посмотрим стальные канаты мтз трелевщик пильные цепи ну вот пожалуйста еще одно доказательство того что это что то связанное с лесом вот она полноценная рим зона которую раздолбали охотники за металлом по краям здесь сто процентов был уголок но жажда наживы берет вверх вот ящик тоже слесарный молодые елочки растут с другой стороны походу раздевалка была а тут чё тут скорее всего запчасти выдавали инструменты выдавали какой то здесь колдовщик специально сидел вот так закрывал там Мария Михайловна а да чего это дайте мне пожалуйста подшипник от трактора мтз а сейчас так на кого записать там на того хоп и все и понеслось о тут даже схемы есть одежда шапочки валяются хоп так инструкция по технике безопасности при обслуживании электротельфера так тут вот памятка шоферу это я так понимаю сварщику 12-36 вольт как баллона надо перекатывать вот так вот здесь конечно какой нибудь мастер сидел так здесь у нас чё ну и здесь нет ничего ну тут все оббито деревяшками о вон мы что не увидели заходили это просто у нас над головой было вот видите не допускайте разлета искр при сварке не перегружайте двигатель не курите в помещениях не разводите костры паяльники на деревянных поверхностях не оставляйте ну и так далее такая неплохая памятка а то мы как зашли и даже не увидели тут еще что то но все закрашены ничего не видно ладно через центральный ну не центральный а скорее всего о у меня тоже такой же шлем был почему было у меня в принципе есть машина лежит так ничего себе как тут все заросло видите о а там даже что то было нарисовано приклеена не знаю для чего еще могут туда заезжать липчат воровать может кирпичи так тут много всяких даже не знаю чего тут чего что цех такой довольно таки большой хотя ворота маленькие но явно машина сюда не зайдет может быть склад был может быть склад был бутылка нет тут мать муще здесь вот тоже ничего не на что смотреть сейчас попробуем конечно здесь вот пройти здесь уже кто-то что-то хранит деревяшки какие-то ну которые скорее всего там в офисе были типа не ламината а как же он назывался паркет типа паркета вот здесь вот точно так же осыпается стена и скорее всего она скоро рухнет вместе с плитами это вот по моему фильтра масляные это вот колесо по моему от телеги кто-то скорее всего от урала ну или от полноприводного какого-то грузовика вон фильтр масляный валяется но это уже скорее всего современный так ну чё осталось нам вот сюда вот пройти да так сюда точно не зайдем о а сюда кстати приезжает народ подмели территорию свою ну потому что видимо здесь тусуются не а чё музыку послушать машину сделать вот как бы сами для себя видите ну вон даже следы есть приезжают раз что-то починить надо чик-чик-чик починил вот может быть кому-то еще надо сюда заехать раз опять же заехал чик-чик-чик починил ну здесь вот уже конечно бардачило вот а так кто-то следит за этим местом суть по колесам легковушка однозначно вот как он заезжает и не боится туда упасть ну чё могу сказать о а построили вот то здание в котором мы были 1976 год вот еще какое-то здание ну оно развалилось пух и прах это получается что мы с вами еще на одном интересном объекте побывали блин вот там березы растут прям из этого из стены не то что на крыше растут а из стены вот и остается последнее здание у которых все окна ну закрыты кирпичом мне так показалось сейчас там дверь будет открыта то мы туда заглянем вот здесь вот окно высажено а и вот там еще здание сейчас мы еще до тут дойдем так сюда заходим блин здесь можно попок провалиться у как вот много чего накидано здесь что-то с бензопилой связано второй черт они тут ничего разруха так как же пройти подкусите дебри чтобы заглянуть и посмотреть щитом происходит блин даже чердак есть чердак сайт закрыт что не ничего себе а пока не вот это да кто это тут лестницу вниз шла еще пройти по этим доскам не рухнули вниз то даже я чуть понять не могу жить такое-то это нарбо не было судя по кафелю и потолок видите как отделан я попробуем пройти туда слушайте это сто процентов баня я не знаю изначально что они тут делали но суть по всему эту баня почему я так понял да потому что вот бассейн бассейн были довольно глубокий блин человеческий рост однако только я чет не понял где парная потому что там где парная там должен был быть по идее труба куда-то уходить значит не вижу ничего почему так все нагрымуждено тоже понять не могу так что вот это значит была баня круто чего здесь народу не работалось баня раздевалка рядом с домом не надо по полтора-два часа ехать до работы не знаю почему это предприятия не смогли поднять чтобы она дальше работала сейчас все судал зайдем он какой-то последнее здание это может даже администрация вот видите козырек упал и лавочка упала все под ой так умывальник разбит шкафы типа столовой был не могу сказать тут вот комната это понятно вон с туалетом похоже кто-то неоднократно ночевал матрасики тут валяются здесь вот тоже детские рисунки значит дети тут 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 кольцо ну все-все все а ну здесь раздевалка была однозначно сколько вешалки и скорее всего буржуйка здесь стояла топили потому что выход явно для трубы но что больше здесь отопление нету все наша экскурсия с вами закончилась теперь мне надо постараться отсюда как-то выйти не сломав себе ноги потому что здесь реально вообще все сгонило двенадцатом году забросили здесь уже никто не обитает 10 лет вот видите чё происходит с объектами всего-то 10 лет 10 лет и все все всем пока пишите комментарии очень может у кого какие мысли были блин к сожалению не смог я вот там попасть на второй этаж но я вам вкратце так показал насколько смог столб здесь видите бог такой серьезный конкретный стол его уже срезали здесь тоже 2 был здесь были серьезные ворота тоже все срезали раздолбали все всем пока